Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, вижу много народа сегодня, все мы собраны для того, чтобы прославить нашего любящего Господа, слава Богу. Дорогие друзья, расскажу вам один интересный случай, недавно случился. В пятницу со служением меня звонком, телефоном забрали в госпиталь, у меня родился еще один внук, шестнадцатый, слава Богу. Как раз нахожусь в госпиталь, смотрю на внука звонок, поднимаю телефон, звонит брат, ответственный за служение, брат Петр в церкви, трагедия, авария. Мне души не стало, что случилось, брат мой? Да ты знаешь, заливает маленький зал водой, заливает, все заливает. А что произошло? Не знаю, кто-то что-то там порвал, какие-то трубы и беда. Там кто-то есть. Ну да, там что-то братья бегают, делают. Ну знаете, переживаю. Приехал домой вчера, пошел в церковь, смотрю, друзья мои, эта авария не стоит ломаного гроша. Слава Богу. Только шума наделали. И те люди, которые это сделали, томятся, мучаются в своих сердцах. А я как пастыр люблю их и прощаю их. И хорошо, когда они сознаются в том, что они делают. Правда? Друзья мои дорогие, смотрите. Я хотел бы сказать такие слова. Как раз вот по этой теме. Когда-то я услышал интересную мысль и себе записал ее. Смотрите. Сильные люди те, которые не стыдятся признать свои ошибки. Слабые люди те, которые скрывают свои проступки. Друзья мои дорогие, кажется, человек признается, да, это слабость. Но это победа, это сила. Правда, друзья мои дорогие? Да, это так. Друзья мои, я говорю как пастыр, чтобы они не печались, эти люди. Эти дети, которые это сделали. Они ничего плохого не сделали. Они делали доброе дело, но у них произошла маленькая ошибка. И пусть их Бог благословит. Пусть их сердца будут спокойны, будут благословенные. Кто признается, друзья, тот сильный человек. А кто скрывает, тот слабак. Ну, это отклонение от моей темы главной. Пусть Бог благословит. Никто ничего никому не будет делать. Друзья мои, все нормально. Пусть Бог благословит. Братья и сестры, я хочу поднять такую, ну, небольшую тему, на мой взгляд, очень нужную и важную в моей и вашей жизни. Тема моей проповеди называется «Семь секретов успешной духовной жизни». Братья и сестры, очень важно нам в нашей жизни знать эти простые секреты, которые помогут мне и вам подняться выше и выше пред Господом. Итак, друзья мои, смотрите, первое, христианин должен глубоко ценить своим призванием. Спасение наше – это Божий дар. Слава Богу! Дорогая церковь, дорогие наши друзья, наше спасение – это Божий дар. Цените вашим призванием, что Бог вас призвал. И пусть вас Бог благословит во имя Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, вот понимать и ценить своим призванием, вы знаете, это очень дорого, когда человек понимает, что я и вы не заслужили спасения. Мы не можем заслужить его своими, даже мы с самими лучшими делами. Друзья мои дорогие, спасение Божье – это дар для каждого из нас. Но, друзья мои, смотрите, что говорит Божье Слово. Римлянам 8 глава 29-30-й стихи сказал вот так. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына его, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предупределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Слава Богу! Друзья мои, моей и вашей заслуги нет. Это Божий дар. Но мы должны ценить, друзья, этим призванием, что мы не блуждаем в этом мире, но что мы сегодня в числе церкви Иисуса Христа. И всякий разумный христианин должен благодарить своего Бога за то, что он сегодня в церкви, за то, что он спасенный сын и дочь Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Друзья мои, он сделал это и для вас, и для меня. Это первый секрет. Каждый христианин в своей жизни должен благодарить своего Бога за свое призвание. Друзья, миллиарды людей вне Христа не знают Бога. Может быть, грамотнее нас, красивее нас, лучше нас, умнее нас, богаче нас. Ну вот, как раз нас с вами избрал великий и вешеный Бог. И мы должны ценить этим великим избранием нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу! Еще прежде создания мира, он видел тебя и меня, брат и сестра, в Сыне Своем, Иисусе Христе. За это благодарите вы и я нашего Господа. Друзья мои, второй секрет в успешной духовной жизни научиться с радостью носить звание раба. Братья и сестры, сегодня в этом мире, особенно вот здесь в Америке, да, наверное, уже во всем мире, да, когда услышат слово раб, какая-то такая ассоциация, не, борьбе, не хорошая, правда? Ну, вроде рабов нет, все свободные. Друзья мои, дорогие, да, но когда мы читаем метки, смотрите, что было. Исход, 21 глава, 6 стих. Там сказано, что у Господина был раб, была его семья. И пришел момент, когда приходит тот день и тот год, когда отпускают рабов на свободу. И этот раб, выйдя на свободу, обратно возвращается к своему Господину и говорит, я хочу быть рабом вечно у тебя, на все время. Смотрите, что этот Господин делает. Исход, 21, 6. То пусть Господин его приведет его пред богов, или пред судей, правильно сказать, там написано богов, но это пред судей, да, и поставит его у двери, или косяку, и проколит ему Господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Друзья мои, когда-то была такая процедура, для того, чтобы, видно, этот Господин был хороший, он не обижал этого раба, он не бил его, он кормил его, раб хорошо работал, да, и раб увидел, куда я пойду, я ничего у меня нет, я выйду на свободу, что я буду делать? У моего Господина мне было хорошо. Выйдя на свободу, или получив ее, он отказался от нее, и говорит, я буду у тебя дальше жить и трудиться. И вот тогда этот Господин проделал вот эту процедуру. При судьях прокалывает ему ухо, клутки там или косяку дверей, шилом, это был знак вечного рабства. Дорогая церковь, мы должны с радостью носить это имя, раба. Скажу почему. Практически все апостолы Нового Завета называют себя раб Иисуса Христа. Слава Богу! Раб, друзья мои дорогие, Иисуса Христа, это почетнейшее звание, и не все могут носить его. Друзья дорогие, но только те люди, которые себя целиком посвятили Господу без остатка всю свою жизнь, выполняя Божью волю и работая для Него, они могут назвать себя и я раб Иисуса Христа. Друзья мои, а раб своей воли не имел, вы помните, да? У него была своя воля, но если он раб, то он свою волю подчиняет Господину своего и практически у него своей воли нет. Он не может ее проявить, потому что он раб. Я хотел бы церковь, дорогая, дорогая молодежь, отцы и матери, я хотел бы, чтобы я и вы были рабами Иисуса Христа, чтобы я и вы свою волю, которую Бог дал нам, мы могли Ему подчинить, и уже не я, не вы, но он моей жизнью и вашей управлял. Слава Богу! Такое звание раба почетно носить, друзья мои дорогие. Помните, Божий Сын, страдая на этой земле, имея свою волю, имея власть и силу, говорит Гефсимании, Господи, если возможно, пусть пройдет мимо меня та чаша. Впрочем, не моя воля, а Твоя, да будет. Итак, друзья мои, не стыдитесь звания раба Иисуса Христа. Это тот человек, который волю свою посвятил или отдал своему Господину, то есть нашему великому и вечному Богу. Носить это звание, это почетно, братья и сестры, это очень ценно и дорого, когда мы с вами, имея волю в своем сердце, Бог нам дал ее свободную волю, но мы сознательно, друзья мои дорогие, отдаем ее Господу Божию, Ты управляй моей жизнью, моей судьбой, моей долей. Правда, братья и сестры, Иисус не ошибается, Он правильно делает, Он чисто делает, Он свято делает, Он делает все вовремя, слава Ему за это. Поэтому, друзья, цените званием раба, это почетно, это великое благословение от Господа, слава Богу. Третий, друзья, мой секрет, такой, христианин живет отделенным от этого мира. Друзья, дорогие, как это так? Помните, Израиль, когда-то вы из Египта, Бог отделил его от Египта, Бог отделил Израиля от этого мира, это был особенный народ, он среди других народов не числился, это был избранный Божий народ, это были особые люди, которых Бог избрал и отделил от этого мира. Друзья, мои дорогие, но помните, было такое событие, когда Бог повелел Моисею избрать Рона, священников, и колено Левия отделяется еще раз из среды всего Израиля. Произошло отделение, потом освящение, потом помазание, друзья, дорогие, была такая процедура когда-то. Если я и вы, рабы Иисуса Христа, то мы сознательно должны себя отделить от этого мира, друзья мои дорогие. Мы не должны смотреть в этот мир, мы не должны подражать этому миру, ибо мир и похоть его пройдет, а пребывающий в Боге будет жить вечно. Слава нашему Богу! Друзья мои, я прошу сегодня себя и вас, давайте мы отделим себя от этого мира, чтобы наши похоти, наши страсти, наши какие-то, друзья мои, зависимости, которые в этом мире в нас даже не именовались. Это секрет, духовный, секрет, друзья мои, успешной, духовной жизни христиан на этой земле. когда я и вы сознательно отделяем себя от мира, Господи, ты когда-то нас из территории тьмы, державы смерти, вывел нас в территорию света, в территорию Господню, и мы сегодня там живем. Друзья дорогие, давайте мы никогда не будем возвращаться туда, где мы когда-то были, или наши отцы и правцы. Друзья мои, написано, кто разрушает ограду, того ужалить змей. Знайте, братья и сестры, находясь на территории света, отделив себя от этого мира, если мы начнем туда смотреть, или руку свою протянуть, или свое ухо, или свои глаза, свою ногу, друзья, ужалить змей, коварный, жестокий, сатана, ждет, когда христианин споткнется и упадет, или посмотрит в ту территорию, куда ему нельзя глядеть. Друзья мои, храните себя. Я сегодня себе и вам говорю, народ Божий, храните себя, отделите от этого мира себя. И Бог нас отделил, и Бог нас призвал, и нас осветил, друзья мои дорогие, и мы с Ним живем. Слава Ему, не смотрите туда. Братья и сестры, есть две опасности. Я говорю для взрослых, так же и для молодых людей. Неготовыми участвовать в хлебопреломлении, это есть великая опасность. Написано, что многие немощны, больны и немало умирают, когда участвуют недостойно. А другая, друзья мои, опасность, когда мы заглядываем за территорию света. Да хранит нас Господь, друзья мои, мы должны принести себя в жертву. Как Павел сказал, я для мира умер, и мир умер для меня. Слава Богу! И если, друзья мои, так будем жить, это великий секрет успешной духовной жизни народа Божьего. Братья и сестры, да поможет нам Господь быть такими, чтобы не смотреть туда. Смотрите, друзья мои, Левит 20, 26, это говорил когда-то Господь, будьте предо мною святы, ибо я свят Господь Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои. Еще было сказано Израилю, Иисус сделал то же самое, слава Ему за это. Друзья, мы Его, мы Его народ, мы овцы паствы Его, не ходите, друзья мои, туда, найти пажите этого мира, потому что там катастрофы бывают. Будьте в территории света, пребывайте с Богом, и Бог вас благословит. Помните, что говорил Иисус, вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. Слава Богу! Братья и сестры, как хочется мне и вам быть похожими на Иисуса Христа. Князь мира ходит по этой земле, но в нас с вами он ничего не имеет. Никакой зацепки, друзья дорогие. Это люди, посвященные Богу. Это люди, отделенные от мира и греха. Это люди чистые, святые и непорочные. Слава Богу! Сатана ходит, окрыкающий лев, но в нас с вами он не имеет ничего. Это радость, это счастье и блаженство. Правда, братья и сестры? Да! Он не имеет ничего к нам. Бог нас с вами оградил. Каждому из нас дал ангела-хранителя. Цените этим, братья и сестры, это великое счастье и великая радость и великое благословение. Четвертый секрет. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Слава Богу! Друзья мои дорогие, смотрите, что говорит Писание Римлянам 1, 16-17. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. во-первых, Иудеи, потом и Елену. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Слава Богу! Друзья мои дорогие, мы должны ценить нашей верой. Бог нам дал веру в ведущую вечную жизнь. Слава Богу! Друзья, а не такая вера, что только до той дороги, а дальше нет. В жизни вешеную Бог мне и вам даровал такую веру. И мы по вере туда придем, братья и сестры, правда? Слава нашему Богу! Друзья, мы веру получаем, да, в вере получаем все и приходим к победе через веру. Братья и сестры, без веры Богу невозможно угодить. А когда мы приходим с верой к Нему, у нас есть победа, мы получаем просимое, слава Богу. Еще, друзья, несколько мест, смотрите, Деяние 6,8 Ассифан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Дорогая церковь, он проповедовал, совершали чудеса и знамения, исцелялись люди, великая сила была, Синедрион его схватил, казнили, братья и сестры, этого святого Божьего мужа, на котором была Божья сила, побивали камнями его до смерти, а он говорит, я вижу отверстое небо и Сына Божьего стоящего, вот что такое, друзья мои, верующий человек, он смерти не боится, потому что наша временная смерть на этой земле или физическая, это переход в вечную жизнь, слава Богу, и пример Сифан, который проповедуя, они написаны, скрыжетали зубами, рвались сердцами на этого мужа, и побили его до смерти, но его приняло небо, слава Богу, у него была твердая, живая, друзья мои, дорогие, святейшая вера в Бога, слава Богу, еще одно место, Ефесянам 2,8,9, ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился, братья и сестры, это все от Бога, это Божий дар, братья и сестры, мы с вами спасены благодатью через веру, это Божий дар, не от наших с вами дел, чтобы я и вы не хвалились, это дал Бог, слава Богу, друзья, цените верой, цените верой, живите верой, ходите верой, побеждайте верой, исповедуйтесь, друзья мои дорогие, тоже в вере, во имя Господа Иисуса Христа, слава Ему. Пятый, друзья, дорогие, принцип, выбрана правильная цель достичь Христа и вечной жизни, так как Он достиг нас с вами. Друзья мои дорогие, мы с вами выбрали правильную цель, пойти за нашим Господом, и надо идти до конца церковь, дорогая, дорогая святая молодежь, надо идти до конца, надо не останавливаться на дороге, мы выбрали с вами правильную цель, и надо к ней идти, во что бы то ни стало, братья и сестры, как поется в том Псалме, помните, ты должен петь, во что бы то ни стало, хоть петь твоя от них приводит в ярость, зато для других она целительный бальзам, слава Богу. Братья и сестры, цель выбранная праму, небо и наш Господь Иисус, Его Святое Царство, слава Ему за это. Давайте, братья и сестры, будем идти шаг за шагом туда, шаг за шагом, несмотря в этот мир, надо прийти к цели, надо победить, церковь сядет рядом с Иисусом Христом и Небесным Отцом на троне славы, на престоле Божьем. Друзья мои, место вам, молодежь святая, друзья мои, нам с вами, место там Бог приготовил через кровь свою пролитую, свои муки и страдания, мы блаженны, мы благословенны, помоги нам Божие не утерять с вида тебя, чтобы эта цель была достигнута, а цель это небо, это Царство Божие, слава Богу. Друзья мои дорогие, освящайте себя, приближайтесь к Богу, скидайте себя лохмотья, который цепляется к мне, к вам, одевайте эту одежду праведности, идите к нему навстречу. Братья, сестры, когда мы грешим, мы поворачиваемся спиной к нашему Богу и отходимся дальше и дальше от Него, а Он смотрит и плачет, друзья мои, дорогие, что жертва Его для многих напрасна, но когда наше покаяние приходит в сердце, когда мы каемся в своих проступках, мы поворачиваемся лицом к Господу и идем бежим навстречу Ему. И Господь радуется, приближается мой сын, приближается моя дочь, слава нашему Богу, дорогая церковь, давайте мы будем так делать, не будем сидеть в застое, но будем идти к нашему Господу, дабы Его прославить. Друзья, дорогие, ведь мы не знаем, что будет завтра или снова года, заканчивается год. Братья и сестры, какие плоды я и вы пронесли пред нашим Богом, давайте каждый подумаем, какое мое и ваше поле, какая наша с вами Нива, народ Божий, и что там посеяно, если хорошая пшеница, колосица, это благословенная ваша жизнь, то вы святы и благословены, а если там одни плеволы и камни, то горе нам. Друзья мои дорогие, у нас еще есть время, пока мы живы, поменять свою жизнь, братья и сестры, направиться к цели, исповедуя свой грех, идти к нему, и он примет, он никому не отказал, слава Богу, он любит всех, на слава ему, даже, друзья мои, самого последнего грешника, он любит, и говорит, сын мой, дочь моя, возвратись ко мне, и я приму тебя, слава Богу, да поможет нам Господь. Друзья мои дорогие, смотрите, так как он достиг меня, да, мерка, не по взгляду дочей, я похож на Христа, наш характер отображает славу нашего Бога. Я прочитаю такое интересное место, друзья, смотрите, филиппийцам 3,12, говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершился, не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Стремился Павел, и нам надо, братья и сестры, Исаии 11,1,3 И произойдет отрасль от корня Иесеева, и вет произойдет от корня его, и почует на нем Дух Господень, Дух Премудрости, Дух Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочения, И страхом Господнем исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих, решать дела. Братья и сестры, Он решает дела, и решал по правде, и по истине, и нам с вами тоже надо так же поступать, слава нашему Богу. Друзья мои дорогие, задайте еще одно место, Филиппийцам 2,5 Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие были во Христе и Иисусе. Друзья, бегло скажу, как-то на братство я уже на эту тему проповедовал, здесь в этом самом, в Широтане, да, первое чувство смирения, друзья, ищите, если есть оно у вас или нет, второе чувство жалости, третье чувство служить другим, четвертое чувство искать славы Богу, пятое чувство у меня от мира сего, шестое чувство это прощение, и седьмое чувство это ходатайство за других. Друзья, проверяйте себя, когда кто-то в беде, у вас в сердце жалость есть к нему, или вы говорите, того тебе надо, ты не так поступал, теперь получай. Друзья, никогда так не скажите, помолитесь к Богу за того, кто страдает. У вас должно быть чувство жалости, как было у Иисуса. Народ был голоден, говорит мне, жаль мне народа. Почему? Он имел чувство жалости. Из города выносит умершего сына вдовы Наинской. Он сжалился над нею, слава Богу. Пришел к Одру, прикоснулся, и он мертвый встал, слава Богу. Таков был наш пастыр, наш Иисус. Друзья мои дорогие, мы должны иметь эти чувства, которые имел Божий Сын. Слава Ему. Шестой секрет, друзья мои дорогие, христианин, исполненный Божьими благословениями, заключил с ним завет, находится в единстве с церковью и Богом. Друзья мои дорогие, заключил им и с Богом завет, дали обещание ему, да, мы с ним находимся в одном союзе. И как Павел, смотри, как говорит, как Павел говорит, 2 Коринфянам 11,2, «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Слава Богу. Церковь дорогая, ревнует Бога на, чтобы я и вы не грешили, чтобы быть чистыми и святыми пред Ним. Братья и сестры, единство с церковью и с Богом, это очень важно, когда мы имеем единство между собой. Куда у нас единение с нашим Богом? Вы помните такое высказание в «Премудрость» когда Сирахова, «Ибо премудрость украсилась тремя, да, единомыслием между братьями, любовью между ближними и жена и муж, согласно живущие между собой». Слава Богу. Друзья мои дорогие, и последнее, я уже, наверное, затонул немного, нет? Последнее, друзья, дорогие, основание наших отношений, да, вот, это жертвенная любовь. Братья и сестры, жертвенная любовь. Представьте себе, Павел, то есть не Павел, а Давид говорит, 2-ое царство, 1-26, «Скорблю тебе, брат мой, Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской». Друзья мои дорогие, церковь – это море Божьей любви, а лужа – это мир, друзья дорогие. Киньте камень в море, да, чуть волны пошли, они успокоились, да, а киньте небольшую лужу, поднимается грязь, муть, понимаете? Друзья мои, я очень хотел бы, чтобы вы были любимы и любили Бога, своих близких, даже своих врагов. Церковь – это океан Божьей любви, где нет возмущения, где чистая вода, братья и сестры, где Божье благословение, а там, где сегодня кинешь, или скажешь слово, и возмущение, о, друзья мои, там нет любви. Как бы я желал, чтобы, братья и сестры, вы запомнили этих семь принципов, за что надо Бога благодарить, и как надо жить в этом мире. Друзья мои, дорогие, много любви, нет возмущения, мало любви, будет возмущения. Да поможет нам Господь, и благословит нас, братья и сестры. Мы сейчас будем молиться. Я хочу, братья и сестры, чтобы каждый из нас сказал Богу свое сердце, Господи, Ты видишь, я еще не готов, у меня много проблем, прости меня, очисти меня, я выбрал правильную цель, достичь неба и Твоего престола. Господи, помоги мне во имя Иисуса Христа. Аминь. Преклонимся и помолимся. Аллилуйя.